С тяжелым травматизмом, да, целевая планка у нас есть, ежегодное снижение на 10% этого показателя, именно рассчитанного на тяжелый травматизм. Компания «Уралкали» непрерывно совершенствует систему управления в области охраны труда и промышленной безопасности. В работу вовлечен весь руководящий состав предприятия. Для предотвращения несчастных случаев, аварий и профессиональных заболеваний, компанией реализуется комплекс мероприятий по обеспечению безопасных условий труда с учетом специфики технологических процессов производства. Почему мы заостряем внимание на культуре безопасности? Потому что из трех аспектов, которые вкладываем в это, да, это территория, это оборудование, это человек. На сегодняшний день для нас очень важен наш человек, да, наш работник. Перед компанией стоит задача сделать так, чтобы все сотрудники компании, приходящие на смену, живыми и здоровыми возвращались. Соответственно, ради этого мы как бы и работаем. В политике компании установлены такие цели в области охраны труда и промышленной безопасности стратегического уровня, как отсутствие аварий и несчастных случаев на производстве. Оценка текущих показателей по безопасному труду персонала помогает развитию компании на рынке в целом. Кроме этого, на конференции про риски и безопасность говорили и про здоровье персонала. А именно, азотчики поделились с коллегами своим опытом работы с сотрудниками, имеющими сердечно-сосудистые заболевания, но при этом годными к работе. Мы для наших таких работников устроим апресменные медицинские осмотры. Основное наше искусство – это, безусловно, люди, и поэтому мы заботимся о своих работниках и, в первую очередь, создаем им безопасные условия для выполнения, комфортных выполнения работы своей. Забота о здоровье сотрудников – приоритетная задача, которой предприятие подходит со всей ответственностью. В первую очередь, стремления уралкалия направлены на минимизацию вредного воздействия производства, которому работники могут быть подвержены на рабочем месте. Специальная оценка условий труда позволяет выделить категории сотрудников, вовлеченных в работу во вредных условиях труда. Получать актуальную информацию об этом помогают эксперты Роспотребнадзора и Ростехнадзора. Ведь это нужно, чтобы… Предприятия понимали, как необходимо обеспечить безопасность своих работников, как необходимо обеспечить безопасный выпуск продукции, тем самым экономический вклад внести в развитие страны. Забота о здоровье сотрудников – приоритетная задача, которой компания «Уралкалий» подходит со всей ответственностью. Замечательно, что компания «Уралкалий» и профсоюзная организация «Колещик» идут в одном направлении. Мало у какой организации, помимо коллективного договора, заключено отдельное соглашение в области охраны труда и промышленной безопасности, направленное на защиту здоровья нашего работника и создание безопасных условий труда. Конференция очень важна, потому что мы можем побеседовать с нашими партнерами, коллегами из других предприятий, обменяться опытом. Значимость проведения подобных конференций подчеркивает и руководство группы «Уралкалий». Ведь на предприятии трудится порядка 23 тысяч человек. На прямом производстве – более 13,5 тысяч. Чтобы сохранить жизнь и здоровье сотрудников, в «Уралкалии» действует политика в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Мы очень ответственны за жизни и здоровье наших людей. Это наш приоритет, это наша ценность. Поэтому мы создаем соответствующие условия для их работы. Сегодняшняя конференция, которая здесь проходит, для нас имеет очень большое значение, потому что по результатам ее мы, естественно, приобретем какой-то новый опыт, что-то новое, которое мы будем внедрять у себя в компании. Тем самым повышая уровень безопасности, снижая травматизм и снижая профзаблевания. Помощь в организации мероприятия предприятию оказало краевое правительство. По словам министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексея Чибисова, благодаря совместным усилиям промышленников и властей удалось значительно снизить количество несчастных случаев на производстве. Безусловно, нам всем надо стремиться, чтобы эти показатели ушли в ноль. Качество рабочих мест, безопасность труда и уровень заработной платы – все это неотъемлемая часть того, что называется качеством жизни. Добавим, в декабре этого года участники вновь встретятся на конференции, посвященной охране труда. Олеся Петровичева, Сергей Сюзев, телекомпания Соль-ТВ.